Разве мой канал об этом авокадо, который растет у меня здесь уже полгода? Или о холодильнике, в котором уже скоро мышка повесится? Или про бесконечное количество игрушек моей дочери, моих деток? Про котлетки из духовочки? А мой блог именно об этом всем и о многом-многом другом, так что оставайтесь. Так, смотрим, что у нас тут пришло. Очередная посылочка из тех, которые я заказывала. Смотрим, что здесь есть. Щеточка для сметания волос. Так, пришла она из Китая. Щеточка для сметания волос. Вот, я ее долго ждала, вот она пришла. Вау, вот что у нас есть. Вот такой термостат. Так, здесь посмотреть температуру. У нас хранит, сколько она встроена. Потом посмотрим. Это дома температура какая, это сверху, у меня влажность. Чтобы переключить ее, ты нажимаешь сюда, и выключаешь, и выключаешь, как хочешь. Вот, смотри на дачу. Чтобы поднять температуру, опустить, ты просто дай шучку на дачу. Вот так, сюда вверх. Мой новый облик. Я решила, что нужно что-то такое, более интерактивное. Хочу, чтобы каждый из вас, кто хочет попасть на мой канал, мог попасть на мой канал. Поэтому я создала рубрику, которая называется «В гостях у Инны». Сегодня в этой рубрике побывает моя мама. Для того, чтобы вы посмотрели еще раз, как воочию это может выглядеть. Значит, как это будет, что имеется в виду? Это может быть фото ваше, фото просто ваше. Это может быть какой-то видеопривет. Это может быть какой-нибудь видеорецепт. Это может быть фоторецепт или совет. Это может быть что-либо от вас. Просто привет, просто что-то сказать. Просто может быть какой-то рисунок, который рисовали ваши дети, связан с моим каналом. Это может быть что угодно. И рубрика называется, еще раз повторюсь, «В гостях у Инны». Поэтому, если вы заинтересованы, вы можете написать «Ина, хочу участвовать в рубрике в гостях у Инны». И я подробно уже в сообщении напишу, как чисто технически мы сможем это сделать. Конечно, ваша идея, это все ваше, как вы хотите, так это и будет выглядеть у меня на канале. Поэтому, как говорится, добро пожаловать на канал. Немножечко такое свежее вливание. Мне кажется, это должно быть очень интересно. И я так себе предполагаю, что активным участником, можно так сказать, активным участником этой рубрики, потому что наверняка будут люди, которые будут повторяться или часто участвовать в этой рубрике, в конце этого 2018 года получат открытку от канала с моей подписью и пожеланиями к новому 2019 году. Вот, ребята, такие вот новости, то, о чем я давно хотела вам рассказать. Надеюсь, вам это интересно. Ставьте пальчики вверх, если вам по душе такая вот новость. Мы зашли в пластиковый магазин. Я хочу купить себе что-то тут. Тут такие полочки всякие. Такой магазин. С резиновым? Нет. Мы купили уже бархатные. Плюс одна. Сколько стоит? Не знаю. Мы с Галей выбираем. Девять шеклеры. Так, вот таким. Нам надо, мне надо в ванну. В ванну вот. Вот. Вот, Галя. Нашли, нашли. Вот она. Вот такую штуку мне надо. Вот она моя, которую я себе хочу. Ой, красота. Ну вот, где-то. Все, берем. Нет, мы ее нам дадут запакованную. Понятно. Пошли дальше. Берем, красота. Я так искала давно. Ой, ты ее видите? Вы видите меня? Доча, это для тебя снимаю. Ой, я так рада за этот шкафчик. Смотри, еще раз. Хорошо, я уже его поставлю. Боже, мне надо было давно сюда зайти. Как я не сообразила. Вот тут всякие контейнерики, всякие столы. Я так понимаю, это для улицы может быть. Потому что из такого, сделано из такого. Красота. Галя пошла дальше. Так что тут эти все для улицы. Да, красота. Такой хороший, небольшой, маленький магазинчик. Такая мебель. Ну, мы в Биг заехали. Че я раньше, красота. И дешево, и сердито. Красота. Тут всякие вот такие. Тут всякие ящички. Вот эти всякие я люблю для мелочей. Вот это там для кошек красивые. Что куда Галя ушла вглубь. Ну, тут пластики. Тут пластики. Ну, и куда их? Не знаю, куда они будут, Валя. Куда-нибудь. Вот тут такие всякие. Там ящики наверху, видишь какие? Тебе такие не надо. Ну, они там и при входе были. Вот смотри, что это. Мусорные клеточки, видишь? Мне вообще вот нравится такой, как в клеточку. Да, да. Да, конечно. Да. Вот видишь, какие такая специальные клеточки. Корзина, да. Очень красивая. Такой келетек, понимаешь? То есть просто, что вот именно, что мы что-то забыли про вот этот пластиковый, где не надо никакой Икеи. Где все тут за копейки можно купить такое нужное и не так дорого. Икея была разочарована. Просто очень дорогое у нас. Очень там дорого. И не на что особо смотреть. Ну, на коротком. У меня такая железная. Есть вот такие всякие коробочки красивые. Кока-кола. На 50 литров 62 шекера. Так что вот такое, доченька, короткое тебе видео. Видишь? Красиво. Я не знаю, как я снимаю, насколько. Насколько можно показать девчонкам кому-то. Ну, такие вся. Я все люблю вот такое плетеное. Мне вот такое нравится все. Такое вот тумбочки такие. Все-все. Мне нравится этот тренд. Мебель такая уличная. Вот из такого тоже. Красивые всякие маленькие такие. Есть коробочки. Вот они все. Все. Вот так вот. На этом заканчиваем пока репортаж. Идем покупать. Мы сидим. Вот думаем, что такое макеатто. Макеатто. Понимаешь, 8 шекелей. А двойной 10. Шо-то так и мы не знаем. Тут еще всякая фигня. Понимаешь? Вот мы себе выбираем. Мы себе переставим. Покажи ресторан. Какой красивый. Вот какой ресторанчик здесь. Понимаешь? Мы тут будем кушать. Кстати, доченька. 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 Между прочим, это нафис. Это нафиг. Это нафис. Это нафис. Теперь новый. Нафис. Вот такой после ремонта. Вот такой нафис. Очень красивый. Какие там святойочки. Купила я себе полочку. Я тебе видео тоже снимала. То, что я хотела. И решили обмыть. И пускай спрячется Икея. Очень далеко спрячется. Вот этот пластиковый магазин шикарный. И все. И мы решили поужинать. Уже время у нас 6 часов. Расскажи. Вот это вот что? Горячее шоколадное молоко. С горячим шоколадом. Мы вот это так листаем. И мы смотрим. Понимаешь, как... Очень мне нравится. Закрыть. Закрыть. А вот ристретто. Растеретто, короче, я прочла. Оказывается, ристретто. Когда вширь. Смотри, какое блюдо. Вот тебе и нафис. Видишь, как красиво с салатиком. Все, что тут принесли. Домашний хлеб нам. И с этим луковым джемом. И с Галей отдельно. Мы сейчас будем воровать друг у друга. Будем пробовать. У меня и у нее. Все, приятного нам аппетита. С нафисом мы зашли. Галке маме 95 лет. 8 марта. Мы зашли ей и купили постельное белье. Красивое. Сейчас тут чашки какие-то. Покажи, какое белье. Белье вот такое мы купили. Мягенькое такое. Как мы с Галкой купили, но это даже еще мягче. Вот такой вот мы ей купили. 200 шекелей. Правда, ну будет скидка у нее. Так что мы довольны. Мы уже никуда не лезем. Тогда не едем дальше. И шляемся тут по эйсу. Вот тут. Мы зашли, естественно, в посуду. Вот тут две надежды. В общем, не знаю. Икея прячется. Не знаю наша. Мне так здесь просто намного. Думаем дальше всякие баночки, бутылочки. Люблю это такие отделы. Ты же знаешь, что я любительница всякого. Вот. Вот всякая тут кака. Кака? И срывали тебе не надо? Брита шми-то. Это что? Это тарелки сейчас к пейсаху. Все. Тебе брита не надо? Ну, нет. Такая у меня другая брита. Ты доедаешь то, что не доела? Пришла со школы, разбирает свой ланч. Бокс то, что не доедает, она съедает, когда приходит. Главное сказать, что я выздоровела. А то у нас были болячки. Болела моя девочка вирусом. Вот такая бабочка кусяет. Вот такие есть на ножках, на пятках точно такие же вавочки. И на ручке. Покажи, где маме ты показала на ручке? Где? Вот. Тоже вот такое. Вот. Ну, это типа как у нас были ветрянки, да? А это типа такого. Только это через еду, через грязные вещи передается. Вот Габи кушает смайлики, но кушает по чуть-чуть, потому что тяжело глотать, да? А покажи, где на ножке вавочки? На этой ножке? Покажи. Покажи мне ножку. Ты сама покажешь? Покажи. А я не вижу Габи, сними. Вот ножка, да. Видите, такие бабочки. Ну, здесь не так страшно. Вчера даже было больше. Вчера было больше. А теперь и Дошенька болеет. Перебрал этот вирус. Вот так детки друг друга заражают. Так друг друга заражают. Температура у нас 38. 38,2. Мой зайчик. Лежит здесь, да? Габуль, не крутись уже возле него сильно, чтобы ты не заразилась опять. Хорошо? Жучка моя. Полежу. Так, у нас в библиотеке книжки продаются. Мягкая обложка 25 центов. Тяжелая обложка доллар. И магазины бесплатно. То есть журналы. И вот можно выбрать... Тут есть довольно новые книги. Причем даже есть на русском языке. Можно даже для подарка выбрать. Или просто, если хотите, в библиотеку чем-то пополнить. Например, детских книжек целая куча. Вот даже если верите, вот на русском даже есть. Вот на русском даже какие-то есть. Так что это интересная полка. Буду знать. А что у нас происходит? У нас происходит просто чистка машинки. Костя открыл вот этот вот... Я не знаю, как это, не винт. Как это называется? Вот этот вот вентилятор. Все его инструменты здесь. Потому что мы чувствовали, что там что-то мешает. Но иногда нужно открывать, прочищать. Там все-таки еда скапливается. Тоже какой-то запашок дает. Да, и все. Поэтому хотя бы раз в полгода нужно это делать. Но мы делаем это примерно раз в два года. Поэтому результат такой, что очень все там нужно чистить. Поэтому вот Костя все выставил. Сейчас все там почистит, помоет. Ну, не поменяет, а вкрутит обратно. И будет у нас чистая машинка посудомоечная. Опять в чистоте и в благости, так сказать, мыть нам нашу посуду. Так, пришла очередная посылочка у меня опять из Китая. Посмотрим, что на этот раз. Наверное, у меня разные расчески заказывала. Гребешки, гребни. Посмотрим, какой на этот раз. И душа. Не важно. Уже она разрывается сама. Ну. Так. Что ничего? Китайцы не ставят никаких подарков. Китайцы не ставят никаких подарков внутрь. Да, это гребни я купила. Гребни барберские для мужских стрижек. Широкие. Сейчас раскуроем. И посмотрим. У меня записи. Вот. Тони энгай. Карбонный статик. Тони энд гай. Габи, не забирай. Все хотят сейчас забрать. Тони энгай расчесочка для фейдинга. Делать фейдинг. Вот так вот. И ножницы, ножницы, ножницы. На расческу. Это классно. Делать фейдинг. Делать фейдинг. Делать фейдинг. Делать фейдинг. Делать фейдинг. Делать фейдинг. Делать фейдинг.